привет друзья сегодня я покажу вам самые крутые электробайки которые только существуют в китае в общем этот бренд называется сяо нью что переводится как маленькая корова но или в сленге китайском нью это значит типа крутой очень классный ты очень нью можно так сказать так китайцы говорят поэтому я думаю здесь созвучно название маленькой коровы и ее символом и принципе что китайцы говорят что это круто ты крутой поэтому давайте пойдем посмотрим на эти байки и если вам понравится пишите в комментариях какой именно вам понравился ну что заходим и нас встречает лампа видите какая модная все попадаем в рай электромопедов в общем самая популярная модель м1 достаточно много китайцев ездит на ней я думаю что наших странах тоже как бы этот бренд был популярным то есть расскажу немного на самом бренде сяо нью позиционирует себя как первые первый китайский бренд который запустил литий-ионные батареи вход и эти леди литий-ионные батареи действительно хорошего качества то есть это не какой-то там ширпотреб то есть они хорошего настоящего качества которое в принципе достойно той цены мопеды не дешевые то есть их ценовая категория высокая следовательно самая высокая на рынке ну если если например примерно такие же характеристики вы можете найти синта джоу фирму ли яди характеристики похожи но факт использования мопедов абсолютно разный собственно говоря как и они их ходу знаете вот эти сигнализация тут меня сразу предупредила модель м1 есть три ценовой ценовой категории видите 32 h 26 h и 20 h то есть ценовая ценовой диапазон чтобы вы понимали от пяти тысяч шестьсот девяносто восьми юаней курс около 6 и 8 за доллар 6 800 и 8 500 до как вы видите последняя комплектация проезжает 120 километров на одном заряде первое 80 то есть мы принципе показатели разнятся очень характерно на что можно обратить внимание что материал достаточно качественным то есть вот пластик он такой приятный накладки резиновые они действительно резиновые здесь сохраняется уже есть компьютер который сохраняет данные ваших поездках видите да полностью все продуманное скажем так вот даже например этот брызговик то есть до который защищает от лишних брызг чтобы мопед не приходилось мы чаще он здесь ну очень очень хороший у него как вы видите место здесь сделаны и даже вот такой специально виде козырек который действительно борется с каплями естественно здесь колесо уже с тормозами автоматическими то есть если открыть откроем видите да внутри литийная батарея которая весит около 5 килограмм багажника нет то есть данные байки они чисто прогулочный перевозить на них не ничего не получится средняя скорость примерно около около 60 километров в час последняя модель которая была выпущена вот на рынок буквально недавно эта модель называется как вы видите и м выглядит этот байк как будто для женщины скажем так ребеночка сюда даже не посадишь видите вашу багажника нет но при всех видите характеристиках его он проезжает около и размера габаритах он проезжает минимальная самая слабая комплектация 65 километров и самая большая 100 километров объем эти 48 в 21 h и 16 h то есть ну реально батарея здесь вообще понтовая и как видите цена ценовая категория от четырех трехсот тридцати девяти юаней до семи тысяч почти юаней стоит лампа модная виде написано не гордятся этим лампой хорошие здесь хорошие очень резина хорошая кстати хочу вам сказать видно что качественная вот такой здесь спидометр спидометр достаточно 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 видео лаконичный скажем так сильно китайцы кроме скорости сюда решили больше ничего не впиливать ключ ключ с маленькой коровкой что еще давайте посмотрим перед замыкать что мы кайся детстве сейчас нам помогут открыть посмотреть багажник так посмотрим как выглядит батарея же от этого чуда товар только пришел поэтому даже сам продавец еще не знает как открывать как видите сзади ну такая батарейка вау это просто нечто ребят хантин ребят но это вообще я такое еще не видел действительно батарея но весит может быть три килограмма максимум так пошел такой вышел и пошел действительно вообще легкая представьте и ты можешь сюда я вставил вот это действительно меня впечатлило ребят это это вещь стоящая до китайчики молодцы стараются то есть мы по сути этот байк он может использовать если взять максимальную комплектацию представьте вы можете ехать там со скоростью 60 километров в час как вы говоря и на на вот этих байках то но он маленький еще и такая компактная батарея в общем это нечто единственный конечно минус который меня напрягает в этих в мопедах new это это отсутствие багажника это реально напрягает как видите здесь цепочка есть цепочка видите то есть можно подкручивать когда сел заряд сел заряд вы в этот вы прокрутили педаль и все у вас получилось дальше опять же здесь стоит автоматическое автоматическое колесо автоматические тормоза достаточно они такие прочные пружинки все серьезно new msl модель как видите спорт комплектация и спорт комплектация разных цветов что здесь у нас на руле кнопка переключения передачи принципе и этот и сигнал больше здесь ничего и нету так а вот моделька you 1 покажу я похоже как будто на какого-то из мира робота воли или в вали как его там звали робота в общем это более крупная версия в отличие от you 1 м до сигнализации здесь уже есть видите багажник не багажника сиденья для для человека человечище так смотрите что тут за батарейка ну такая весит где-то до тоже наверно 44 килограмма она вертикальная вставляется да ребят ну конечно вот это действительно впечатляет здесь уже есть подставки видите подставки для перевозки ячейков опять же колесо что еще такого здесь у нас есть по функционалу здесь он свет еще управление есть здесь можно еще управление скоростью увеличивать уменьшать так что по характеристикам в общем стоит этот байк самая крутая комплектация под 6000 юаней почти 800 долларов самая дешевая 4 2 999 от 16 ампер до 21 ампер 48 в эти версии батареи все-таки не 4 опять пять пять с половиной килограмма но я думаю это стандартно у них написание дальность полета 85 максимально минимально 65 есть поддержка приложения вся у него gps то есть эти мобильная можно смотреть и отслеживать gps вес 160 килограмм такой нелегкий бой ну я бы на таком принципе нары ездил но единственное конечно что вот знаете ну это напрягает действительно когда ты хочешь кого-то посадить то сильно сюда не посадишь вот эту сидушку кого-то посадите разве что я не знаю кого-то гнома видите баннеры показывают характеристики батареи как они производятся но действительно эта компания гордится своими батареями и нет еще ни одного прототипа на рынке который мог бы составить им конкуренцию мобильное приложение не рекламирует и кстати есть ориентация большая на на европейский рынок что тоже не может может не радовать не может не рада на видите какие красавчики такие облегченные версии скажем так так же можно купить видите шлем здесь уже и шлемы есть можно купить для человека который будет ехать сзади для спины ему подставку эту можно докупить багажник что еще здесь и сумочки коврик даже есть видите коврик так как-то есть видите стена те владелец теслы приезжает за ним ну и просто счастливые обладатели байков куплены в этом магазине счастливые счастливые китайчики которые теперь могут ездить на эволюционном продукте так что вот такие вот они ребята дела целом могу сказать что ну когда ты заходишь в этот проект и примерно попадаешь как магазин apple например ты чувствуешь стиль общий бренда чувствуешь видишь модельный ряд и понимаешь что в принципе здесь работали ни один дизайнер и ни один разработчик и от этого мысль очень приятно греет душу цена конечно не дешевая если сравнивать с байками на рынке то есть среднем допустим можно купить байк по по похожим характеристикам около 600 700 баксов здесь эта цена около 1000 в китае вы платите за бренд за качество говоря как можно купить samsung apple то есть вы доплачете забрать правильно что еще сказать здесь вот видите байки уже заводится некоторые некоторые с ключа некоторые с кнопки по по дальности поездки в среднем где-то 80 километров очень приятный факт вот этой компактности батареи продуманности что есть ручка ты можешь взять спокойно как человек пойти и зарядить ее в общем скорость заряда там около пяти шести часов также очень радует факт наличие мобильного приложения то есть сейчас человеку объясняют говорит что если вы регистрируете ваш байк вот этому приложению то вы можете на ходу увидеть полностью у нас телефона и даже если он на расстоянии где-то мобед дали другу можете отследить полностью его состояние там все показатели там от скорости я не знаю состояние батареи какие там еще есть показатели я точно не могу сказать из основных минусов данного бренда могу сказать первое большая ставка всех байков на чисто прогулочный вариант то есть это не для перевозки каких-то грузов не для перевозки друзей и так далее то есть это ну как по мне это минус второе отсутствие багажник к примеру ситуация идет на улице дождь вам нужно плащ этот дождевик положить куда вы будете это действительно непонятно как они об этом не подумали я не знаю мы видимо что если они выпускают эти модели люди я думаю об этом уговорили видимо это их ставкой они это их не смущает дима в пакет надо где-то прикладывать там то есть это напряженная из минусов еще ну конечно же цена то есть если вы видите что байки лучше ну чтоб нормально такую же ездить можно было то 6 7000 юаней это около 1000 баксов в этом видео я показал вам самые последние модели которые существуют на рынке так что ребят ставьте лайк и подписывайтесь на канал не забывайте нажать колокольчик чтобы узнавать о байках еще больше всем пока многие спрашивали про сяуниу н1 н1с так вот вот эта вот модель н1 называется но это уже такая видите потрепанная жизнью почему она едет под под 70 километров под 65 где-то наверно на работ 70 да видите тут уже такие конкретные тормоза место есть если посадить еще кто посадить тро человека но не продают и в шанхае потому что очень тяжело очень тяжело на них получить вот этот номер номерной знак это очень большая проблема в китае так как слишком мощный мопед для по характеристикам для этого города и менты реально за это жучит конкретно вот так вот это выглядит и его час я общался вот начальник кстати этого этих двух магазинов уважаемый человек на районе скажем так в общем говорит сейчас выпустили n1 gt это самая сейчас топовая модель и скорее всего она выйдет еще в 2019 году потому что сейчас ее очень тяжело на рынок но в шанхае не факт что она вообще будет в общем разгоняется почти почти чуть ли не на 80 километров в час ну и можете отследить официальном сайте посмотреть как характеристики как она выглядит пока еще точно никто не знает в общем n1 gt в общем вот такие дела ребят все до связи